Всем привет, дорогие друзья! Это Physical Illusion и вы смотрите третий выпуск Intelligent Performance Live. Сегодня мы приехали в прекрасный город Чернигов навестить моих товарищей стереотайпов ультракода и взять у них, надеюсь, интересное интервью. Всем привет! Вы смотрите Intelligent Record Mix Live третий выпуск и сегодня у нас в гостях Гордей стереотайп. Мы приехали к нему в гости в город Чернигов и немножечко с ним побеседуем. Только немножечко. Только немножко. Привет! Привет, Гордюш! Будь любезен, расскажи, пожалуйста, о своих планах на ближайшее будущее и каких хотели ждать релизов, каких может быть гастролей и какой-нибудь, может, интересной информации. Гастролей сейчас на самом деле очень мало. Их нет. Их нет. Да, на самом-то деле. Играю в городе, Чернигове преимущество на хаос. Хаос, дип хаос, тег хаос. Преимущество на роковое направление. Да, роковое направление. Горь, от чего хаос? От чего от Drum'n'Base? Ну, потому что у нас в городе Drum'n'Base умер. Один прекрасный человек, Василий Биаш, перестал делать вечеринки. Он сейчас сидит недалеко. Кстати, на его рабочем месте сейчас находимся. Перестал делать вечеринки. И Drum'n'Base у нас таки не стало в Чернигове. То есть, все завязывалось на вальсе. Да, Юрий Ультракот тоже перестал делать Drum'n'Base вечеринки. И все затихло. Собственно, все затихло. Больше у нас таких особо тренировок нет. Хорошо, а по релизам? По релизам планируется на Intelligent Recording хочу рекламировать. Во-первых, слышит Павел «Physical Illusion» про Intelligent Recording, которым он занимался 15 лет до нашей эры. Со школой. Со школой, да. Ну, планируется пару релизов на Intelligent Recording. Возможно, даже мы состругаем с тобой альбом. Ну, кстати, одну чуть попозже, да, про него? Да, ну, также у меня хаосы релизы выходят. Я с одним прекрасным человеком, который зовет тебя Sunset. Мы с ним довольно-таки хорошее Tech House, Deep House, New Disco. Работы работаем. Плоды приносят в плане релизов, в плане какой-то, я не знаю, развития, как музыканта. В плане развития? Нет, ну, знаешь, в плане разнообразия приносим какие-то плоды. Да, вот позанимался, например, Drum'n'Base'ом, сколько там, уже лет 7-8-9 занимаюсь. Ну, немножко иногда хочется пописать что-нибудь иное. Я брал недавно два интервью. Одно брал у Нилы Тарасова из Hidden Element и The Rise. А второе, мы говорили с Сашей и Санчейзом. И у них разные представления об отдыхе от Drum'n'Base'а. Допустим, если он пишет все подряд, то есть, допустим, он устал от хаоса, пишет техно, потом пишет Drum'n'Base'а, то, допустим, Санчейз пишет, ну, как он сказал, сезонно он пишет 3 месяца техно, 3 месяца Drum'n'Base'а. У тебя это как-то все вперемешку идет, либо ты... У меня, собственно, нет столько времени свободного. Я не могу 3 месяца уделить одному, 3 месяца другому. У меня работа, забота, хлопота, жизнь кипит, все не стоит на месте. В колбасных сахутерах. Да, в колбасных сахутерах, насколько я знаю. Сейчас это for fun, как бы вы говорили. Ну да, сейчас это просто для своего удовольствия, нет каких-нибудь там коммерческих целей. Я просто пишу то, что мне нравится, то, что, в принципе, сейчас я чувствую. Можно и так сказать. Смотри, по поводу тлонплея, давай вернемся сейчас к нему. Какие у тебя планы, что будет в тлонплее. И все-таки мне интересно, как издателю твоему, когда он выйдет у нас, где вообще ремик спаки, где еще несколько треков. Хочу сказать, все в процессе. Пока за жаброй не возьмешь, ты... Павел, не переживай. Павел, не переживай, все будет в порядке. Я постепенно ко всему виду возвращаюсь к роду. Да, обещаю, да, что я пришлю Паше физико-ллюженную ремикс паки. Он сделает ремикс, который, кстати... Не я сделаю, другие сделают. Другие люди сделают ремикс. Я анксирую очень новые дня. Паша за всех вообще обещает, за всех других людей, что они сделают ремикс. Все будет хорошо, все замечательно. Ну, в принципе... Да, валя на самом деле дурака, но будет очень неплохой альбомчик. Там и дронбейс будет, и хаос, и какой-то даунтем ты там писал. Да, да, ну очень разноплановая музыка, просто это будет музыка для души. То, что, я думаю, как Паша на концепции, Intelligent Recording, так и есть. Музыка, которую люди слушают, которую люди смогут где-то поиграть, а, возможно, просто в плеере у себя послушать. То есть не будет каких-нибудь там мяса, какого-нибудь разрыва, нейрофонта. А что ты ушел от достаточно тяжелого драм-н-бэйса в какое-то вот такое попсовое вияние? Ну, liquid-funка или... Если ты помнишь, я начинал вообще там с техно-драм-н-бэйса, когда там... Ну, мы с тобой познакомились, когда у тебя был такой достаточно тяжелый. Ну, знаешь, наверное, с возрастом хочется как-то больше мелодии, больше музыки, больше интеллигентной музыки. Музыку, которую можно не только там включить своим друзьям, которые тебя понимают, музыку, которую могут просто послушать любые, все, которые не относятся к числу драм-н-бэйс-слушателей, джанглистов, которые даже Василь Биаж может послушать иногда. Даже Василь Биаж. Вот так, наверное, это с возрастом приходит немножко. Уходишь от долбежа какого-нибудь простой примитивной музыки, приходишь к чему-то более высокому. Я по поводу гастролей говорил, ты говоришь, что гастролей нет. Хочу тебе такой вопрос задать. Хотел, точнее, но он уже, наверное, будет не совсем актуален. Прибавляет ли твоя работа, а работаешь ты диктором на телевидении, причем достаточно в двух передачах, не в одной у тебя, ты и новости ведешь, и утренняя передача. Утренняя передача. Называется «Утренний стояк». Твоя работа, скажем так, достаточно публичного человека, пусть и в небольшом городе, хотел бы спросить, добавляет ли она тебе доходов с музыки? Это совсем два разных направления, которые просто расходятся и, в принципе, никак не пересекаются. Есть считанные люди, которые знают меня как музыканта и большое количество, которые знают меня просто как журналисты. То есть, как бы ты, получается, никакого профита от этого не имею. Радио и драмбейс как-то еще, возможно, пересекались бы, да, особенно семейство. А ты не хочешь попробовать роль ведущего? Новостей или движоке на радио? Ну, как-то уходить с экрана, переходить за микрофоном. Ну, нехорошо. Тоже как вариант. Тоже два разных направления, совсем разная специфика. Ну, как бы, как вариант, но пока не хотелось бы. Ну, и теперь небольшой блиц-опрос. Давай. Который мы задаем. Минута пошла. Изборным людям. Что ты слушаешь в клейере? Ну, или в машине, или дома. В законной отработали. Вот Мил Тарасов слушает металл. Разнообразно. Я могу послушать рэп, могу послушать джаз, могу послушать какой-нибудь тип-хаус. А драмбейсы слушаешь? Да. Ликвид драмбейс какой-нибудь могу послушать. То есть, какой-нибудь нейрофанк, там, долбёшься, я такой не слушаю. Твой топ ВСТ-синтезатор. Ну, пусть это будет синтезатор, либо же динамическая обработка. Чем ты пользуешься? Да, банальный набор плагинов. Фапсинт, что-то не сайлент. Для обработки на Nexos. Для обработки какой-нибудь Ozone. И стандартный набор фрунтиковских плагинов. Их вполне хватает, чтобы нормально обработать звук. Компрессоры, реабилераторы. Какие мониторы? Мониторы у меня FUNIC B5A. И в принципе, если вы не хватает? Да, 5-дюймовочки для комнаты обычной, не студийной. Их вполне хватает. То есть, ты пишешь дома в обычной обстановке? В обычной обстановке у меня нету миди-клавиатуры, у меня есть дизайн-карта и модники. Все. К какому лейблу ты стремишься? Есть какой-то у тебя эталон, допустим, с чего ты черпаешь звук, с чего ты черпаешь качество, и где бы ты хотел издаться? Может быть, какая-то перспектива у тебя была? То есть, к примеру, там, какой-нибудь, я не знаю, NSS Records. Мало чего. На самом деле, даже не знаю, куда бы я хотел попасть, и к чему стремиться, потому что, на самом деле, нету никаких у меня прям таких вот рвений, амбиций, рвений куда-то вот выпустить, вот что, все, вот трек мой попал там куда-нибудь на RAM Records, или на Vision, или на Invisible Noise. Нету такого. Просто, если бы мой трек понравился людям, уже хорошо, все, мне приятно. Я не хочу как-то там, не преследуя меркантильных целей. Даже не меркантильно, обычно, но, опять же, они могут расширить твою медиабазу, то есть, твою, как бы, там, базу слушателей. Это да. То есть, допустим, без хорошего менеджера, ты, в принципе, не можешь донести свою музыку до, ну, большего количества людей. Ну, вот видишь. Ты уже говоришь про менеджера, то есть, музыка, это уже, как какой-то продукт. Продукт, конечно. Ну, допустим, ты написал сам, там, издал, к примеру, там, ну, на моем лейбле. То есть, я там, допустим, охватил тысячу людей, а кто-то охватит пять тысяч людей, двадцать тысяч людей, там, или миллион людей. То есть, но это, в любом как бы случае, для меня, как музыканта, будет еще лучше. Тот же, там, Metal Hands, Mid School Music, или какие-то, ну, более крупные. То есть, ты не черпаешь амбиции для того, чтобы просто довести свою музыку до большего количества людей? Я никогда над этим вопросом не думал. Ну, в принципе... То есть, если получится, да. Если получится, да. Если получится, да. Если получится, да. Если нет, я не расстроюсь. Никак, я не расстроюсь. То есть, я доволен. Мне понравился этот трек, я его, там, где-нибудь, даже просто во фри выложу. Мне уже хорошо. Спасибо за диск. На здоровье. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Что ты там ходить? Что ты топчешься? Смываешь воду? Этот истерический ржёт. Вау, ничего не запишешь. Никак.